Технология 100WG и Нилан. Мы ее упоминали уже, когда говорили про Ethernet. Это такая убийственная технология, которая должна была убить Fast Ethernet, победить его. Технология очень хорошая. Она строилась таким образом, что ее можно было установить и в сетях, где раньше был Token Ring. Она поддерживала формат пакетов Token Ring. И в сетях, где раньше был Ethernet, поддерживала формат пакетов Ethernet. То есть эта технология должна была вытеснить все. Идеологически она наследником Token Ring была. Скажем так, Token Ring на стероидах. Разрабатывалась совместно IBM и Хиллит Паккардом. IBM это владелец Token Ring, а Хиллит Паккард тогда был лидером, ну и сейчас он лидер, в принципе, по производству сетевого оборудования. Ну и для того, чтобы технология была воспринята окружающими, она была введена в стандарты I-88802 и получила номер стандарта I-88802. Так же как и в Token Ring она строилась физически топология звезда. У нас, опять же, несколько уровней было, ну как вот это Core Level, Distribution Level и Access Level, то есть ядерный уровень, центральный уровень, уровень распределения и уровень доступа. В этой сети, в одной и той же сети могли существовать и фрагменты сети Ethernet и фрагменты сети Token Ring. Ну, так посмотреть, лучше сети не придумаешь. Конверкентная сеть, быстрая, все заменит, все упростит, ну скажем, что не заменила и не упростила. Из-за того, что она должна была выполнять сразу кучу функций, она была конвергентная, она заменяла и Token Ring и Ethernet. В результате она получилась существенно дороже, чем Fast Ethernet, а функция цены, она играет большую роль. В результате она так и умерла, не развившись. Естественно, тут у нас узлы данной сети, центральный Core Level концентратор. Он, собственно, выполняет центральную роль в сети, к нему подключаются уже Distribution Level, второй уровень и Access Level, третий уровень. Концентраторы поддерживали режим монитора. В принципе, сейчас коммутаторы также поддерживают такие режимы. В зависимости от того, какую технологию мы подключали, кроме 100WG и NILAN, мы могли переключить пакеты на пакеты Token Ring, на пакеты Ethernet и, соответственно, мы могли работать с разными технологиями. Для подключения чистых Token Ring и Ethernet нужно было использовать мост или коммутатор, пожалуйста, ну или вообще до третьего уровня поднимать, но это не об этой сети. На втором уровне мы могли один сегмент строить как Token Ring, другой как Ethernet. Вся идеология такая же, как в Token Ring, но действительно, поскольку это Token Ring на стероидах, он работает идеологически точно так же. Большую роль в данной сети получают концентраторы. Они берут на себя функцию управления узлами. Они сканируют разные узлы, подключают их, опрашивают и так далее. То есть на концентраторы перенесен большой кусок интеллекта данной сети. Естественно, во всех маркерных сетях у нас есть приоритеты. Тут тоже есть приоритеты. Приоритет можно запрашивать. В Token Ring у нас было четыре приоритета. Посчитали, что это излишне. Достаточно задавать только два уровня приоритета. Грубо говоря, высокий и низкий. На низком данные передавать, неважные. А на высоком, скажем, мультимедийном приложении. Которые очень чувствительны к разным задержкам. Ну и, соответственно, у нас вначале обслуживались все высокоприоритетные заявки. А потом переходили к обслуживанию низкоприоритетных. Если заявка долго ждала в очереди низкоприоритетных, то она могла повышать свой приоритет и передаваться в очередь высокоприоритетных, чтобы получить обслуживание. В общем, вполне стандартные дисциплины обслуживания. Поскольку у нас часть интеллекта данной сети была переведена на концентраторы, то они обменивались пакетами с узлами. Напомню, что у нас ничего такого, скажем, в токенбасе, токенринге нет. Там именно узлы являются основной управляющей структурой. Именно они определяют передачу в токенринге. Концентраторы играют крайне ведомую роль. Могут максимум, что отслеживать это выход станции из сети. Поскольку у нас каждый концентратор взаимодействовал с какими-то узлами, он информацию об узлах передавал дальше по цепочке наверх. И корневые концентраторы у нас имели информацию о всех узлах данной сети. Собственно, вот в этом-то и заключалась процедура подготовки к связи. И данная процедура у нас работала при инициализации сети, при подключении новых устройств, при большом уровне ошибок и так далее. То есть вначале обсчитывалась и утверждалась, грубо говоря, топология, а потом начиналась передача данных. Топология как у Fast Ethernet и у Token Ring звезда физическая топология. Поскольку данная технология должна была заменить обе и Token Ring и Ethernet, то она передавалась по витой паре. У нас можно было использовать как все четыре пары, витой пары, так и только две. Естественно, УТП это от Ethernet то, что должно было остаться. СТП, защищенная витая пара, кранированная, это то, что от Token Ring должна была остаться. Ну и поскольку у нас Fast Ethernet работал не только по меди, но и по оптике, у нас и 100WG и NELAN могла работать по оптике. Ну, в принципе, все остальные параметры достаточно схожи с параметрами Fast Ethernet. Ну, основное преимущество это было то, что данная сеть была конвергентная. Ну, естественно, более высокая скорость передачи и конвергентность. Недостаток. То, что эта сеть была конвергентная. Вот так вот. Это и достоинство, и недостаток одновременно был. Ну, и в результате 100WG и NELAN тихо сошла с подмостков нашей жизни. Достаточно быстро она умерла, но от нее осталось небольшое количество оборудования. Даже в нашем университете, помню, было несколько сегментов 100WG и NELAN, но потом быстро все было вытеснено более дешевым Fast Ethernet. А оборудование никому не нужно, уже так и осталось. Что здесь? И это делать.